всем привет друзья вы на канале мы в канаде меня зовут лена и сегодня наше очередное видео из серии мысли вслух и оно будет о адаптации в канаде я постараюсь в это видео затронуть такие небольшие моменты из лично нашего опыта из опыта наших знакомых и постараюсь обратить ваше внимание например на те моменты и те вещи которые возможно вы уже знаете о них но лишний раз о них напомнить потому как иногда то что мы планируем и то что на самом деле получается может очень сильно отличаться итак перед тем как начнем хочу кратко рассказать о себе мы сами из украины мы приехали сюда еще в 2021 году еще до войны мы потратили на иммиграцию где-то года три все этот процесс у нас затянулся из-за всем известных ограничений в прошлых годах мы приехали через программу экспресс-энтри у нас была поддержка провинция альберта и вот в конце прошлого года мы наконец-то сюда переехали мы живем в калгари это то вместо тот город в котором мы сразу же заленделись и в принципе это очевидно потому у нас была номинация именно альберты здесь на мы живем здесь принципе нам здесь нравится и с недавних пор как альберта добавила коэт и work permit по коэт стал eligible для подачи по провинциальной программе альберта я думаю многие этот город снова внесли в свой список размышлений куда же ехать и я думаю сейчас поток людей в калгари скорее всего тоже либо продолжит быть таким же либо увеличится потому что в принципе да большинство людей когда едут в канаду они я думаю допускают что все таки они захотят здесь остаться и естественно правильным решением будет думать куда ехать еще изначально находясь в стране исхода потому как важно не только приехать но желательно здесь еще и остаться потому что очень может быть обидно если вам понравится но за эти три года вы не сможете получить терминит резиденс и вам придется возвращаться потому как мы понимаем что коэт это не просто как бы путь к иммиграции это просто техническая виза и work permit при правильном его использовании можно иммигрировать очень легко и просто но опять же нужно приложить усилия время на изучение программ подготовку языка выбор профессии выбор работы и так далее но не будем об этом я думаю вы об этом должны быть осведомлены уже и так по поводу адаптации я думаю большинство людей при переезде в канаду задумывается естественно о том куда ехать мы не будем сейчас выбирать провинцию хочу вам сделать упор в этом видео именно на транспорт на какие-то моменты которые могут быть могут пойти немного не так как вы планировали у меня уже было похоже видео недавно о таком каком-то негативном опыте почему негативно потому что очень многие люди когда приезжают они естественно сейчас надеются на финансовую помощь мы все знаем что это 3000 на взрослого и полторы на ребенка так вот недавно эти выплаты были приостановлены то есть мы не можем знать точно это было специально либо это было технически обещали все что они будут вот слава богу их на правда начали выдавать сейчас уже без задержек но тем не менее вот те кто приехал в этот момент кто были правда финансово скованы и когда люди не могли получить во время эти деньги то есть реально это была большая проблема и многие люди из-за того что они не получили эти деньги во время соответственно у них не было этих финансов на счетах они не могли показать для того чтобы например снять жилье в желаемом районе и так далее то есть это было таким катализатором того что многие вот какой-то период они были скованы в том что не смогли выбрать жилье там где они хотели но сейчас слава богу этого нет поэтому хотя бы в этом большой плюс и так большой минус чего может быть наблюдаться в этот момент позже что еще сказала ну вы поняли то есть большой минус в чем что например когда выбирают люди жилье они не сразу обращают внимание в каком месторасположение она находится то что естественно люди они не были в каллари например либо в другом каком-то городе они не всегда знают где что находится и так далее поэтому я очень советую перед тем как вы уже приезжаете даже если вы уже здесь на месте неважно в хостфэм или вы либо в airbnb либо в каком-то временном жилье обязательно особенно если у вас дети обязательно уточняйте где находится школа возьмут ли детей в вашу школу в эту же школу будут ходить все дети либо они будут разделены потому что это очень важно примере опять же наших знакомых я наверное уже рассказывала люди сняли жилье а это был единственный вариант доступны в тот момент для них и когда люди понимают что их дети ходят в разные школы то есть младшие ходят в elementary старшие ходят там в другую школу в хай эти школы совершенно в разных концах находятся этого района то есть это не это вообще не пешеходная зона в принципе да вы скажете есть школьный автобус но опять же на примере наших знакомых школьный автобус если по правилам всем вы регистрируетесь то ожидание может быть там две-три недели то есть вам нужно понимать что эти две-три недели вы как-то детей в школу довозите опять же если вы смотрите обязательно определяйте какое расстояние до школы потому как например в случае наших знакомых повторюсь расстояние было такое до тех пор пока не дождались этого сколбаса что людям нужно было менять два раза транспорт то есть чтобы добраться до школы нужно было выходить за полтора часа опять же полтора часа туда полтора часа назад то есть маме например нужно было полтора часа ехать до школы полтора часа назад и там соответственно в два-три часа дня за полтора часа до окончания уроков она едет забирать и полтора часа назад То есть 6 часов в день у человека уходило просто на то, чтобы забрать и отвезти ребенка в школу. Опять же, это, я повторюсь, только одного ребенка. Если у вас другой ребенок во второй школе, опять же, если ему там 15 лет, это еще окей. А если ребенку, например, в первом классе, ему 6 лет, то есть он сам не поедет. И, к примеру, ребенок уже в 6 классе, то есть ему уже 10-11. То есть не каждый ребенок в новой стране поедет сам. То есть вы должны понимать, каким образом все это будет организовано. И, опять же, это, я рассказываю, пример не выдуманный, это реальный пример реальной семьи, у которой трое детей, и из них двое ходят в одну школу, а младшие ходят в младшую. То есть, да, когда уже был организован автобус, все немножко наладилось. Но, опять же, в данной ситуации все из реального примера. Там у школьных автобусов есть разные маршруты. И, насколько мы поняли, к примеру, один маршрут уже может быть занят. То есть уже все посадочные места там заняты. И, в принципе, физически туда вас не посадят. Вам предложат другой какой-то аналогичный маршрут. Соответственно, ваша остановка, где вы будете сажать ребенка, если он еще маленький, либо же он уже сам будет туда идти, если он уже после 12 лет, либо там... Это уже как бы на ваше усмотрение, с какого возраста вы будете его самого отпускать. Хотя, опять же, повторюсь, у каждой провинции есть разный возраст. Законодательно очень часто закреплен, с какого периода, с какого возраста они имеют право самостоятельно и находиться дома, и ходить в школу. То есть добираться до этих скулбасов. Потому что до 10 это как минимум, а по правилам негласным, например, в Альберте, то и до 12, опять же, повторюсь, негласным правилам, ребенок не может находиться ни сам дома, не может сам до этого же скулбасы идти и так далее. То есть это все, естественно, на ваше усмотрение, будете ли вы это соблюдать. Но, то есть я повторюсь, что было сказано, например, нам. Поэтому, когда я отвлеклась от темы, этот первый маршрут школьного автобуса уже был занят, вам могут предложить аналогичный маршрут, похожий второй. И этот маршрут, к примеру, к вашему дому, как в нашем случае, был где-то в районе полутора километров от дома. То есть вы понимаете, чтобы сесть на автобус, ребенку нужно пройти полтора километра. Ой, сори. Я не могу сказать, что это прям архи страшно, конечно. Но, опять же, когда это плюс 20 и ребенок постарше, это воспринимается нормально. Когда, если это будет минус 25 зимой и, к примеру, ребенок маленький, то каждый день до остановки и обратно, то есть вы сами понимаете, что уровень комфорта и ваша адаптация в Канаде, наверное, как-то будет проходить немножко, ну, скажем так, не так гладко, не так хорошо, как вам бы хотелось. Просто потому, что вы выберете жилье вот в таком расположении, в котором, к примеру, вот школа будет далеко. Поэтому, вот, например, этой семьи, к примеру, мы видим, что реально их адаптация вся происходит тяжело, просто потому, что у семьи трое детей и школа расположена очень далеко, школы в разных местах и просто мама разрывается. Другой случай, когда тоже другие наши знакомые, мы тоже познакомились недавно, они приехали из Запорожья, и они нашли школу, школа в 7 пешком минутах ходьбы, пешком от дома. Тут, в принципе, отпадают все проблемы, то есть не нужно ребенка, в принципе, там не водить, не отводить, потому что ребенок более-менее старшего возраста и, в принципе, 7 минут пешком, ну, вы сами понимаете. Поэтому обязательно, когда у вас есть возможность выбрать жилье, если вы семья с детьми, обязательно мой совет, мое мнение, это смотреть, насколько далеко ваша школа, есть ли маршруты. Это можно все узнать, обратившись в школу, написав, позвонив, ну, обычно, конечно, все-таки написав, либо же просто придя в школу, когда вы знаете, за каким адресом закреплена какая школа, можете посмотреть на сайте CBE, это Calgary Board of Education, если мы про Calgary, например, и без проблем вы поймете, к какой школе вы относитесь. Сам процесс оформления Welcome Center я рассказывала в предыдущих видео, можете посмотреть, он несложный, дети просто сдают тесты, это не значит, что если ваш ребенок не знает английский, он не пройдет, не переживайте, ничего такого нет, они просто определяют уровень языка, это просто такая процедура, и в любом случае ваш ребенок идет в общий класс. Иногда, если большие школы, он может пойти в класс ESL, то есть English as a Second Language, то есть там детки будут, для которых английский не родной, но в большинстве случаев это, скорее всего, будет общий класс, где будет много детей. Очень часто сейчас, так как большой процент приезжающих из Украины, очень много есть украинно-русскоговорящих детей, поэтому не переживайте, думаю, в любом случае, либо в потоке, либо в классе кто-то будет, и, естественно, детям будет проще, потому как кто-то уже есть, кто их понимает, кто им подскажет, поможет хотя бы на первых порах все организационные вопросы. Вот, поэтому это очень важно. Что касается расстояний, снова, если же у вас машина, если вы планируете покупать машину, то, в принципе, весь этот период можно как-то переждать, покататься на автобусах и так далее. Но, повторюсь, автобусная система и вообще транспортная развязка, мне кажется, развита не очень. Снова тут оговорюсь. Когда задают вопрос, как вам транспортная развязка, мне трудно сказать, почему, как, ну, вернее, почему, потому что, благодаря с чем сравнивать. То есть сравнивать с Киевом, либо с пригородом, либо любым каким-то областным большим центром любым, я думаю, это однозначно Калгари проигрывает, потому что мне кажется, что в больших городах в Украине, например, транспорт развит очень хорошо. Это либо метро в крупных городах, мы знаем, либо маршрутки, автобусы. То есть я знаю, что, в принципе, проблема добраться в какую-то часть города, ну, не есть проблема. Например, вот мы из Борисполя, мы одно время жили в Киеве, то есть в Киеве вообще проблема не стоит с транспортом. Если в маленьких городках, да, вот таких, как в Запорожской области, да, вот я сама лично родом, там, в принципе, да, транспорт ходит, он нечасто, но там и город небольшой, да, то есть не проблема добраться даже пешком куда-то. Здесь город очень большой. И да, он не такой огромный прям по населению, то есть, понятно, из города и больше, но он настолько протяженный, и мне кажется, что если вы живете не возле станции метро, если ваша работа находится, опять же, вы можете жить возле метро, но ваша работа может находиться, например, не возле метро, то есть вам нужно потом как минимум еще раз пересесть на какой-то автобус, иногда не на один. И это правда, когда говорят, что если у вас не одна пересадка, то вы можете опоздать, например, чуть позже там опоздать на одну пересадку, соответственно, вторая ваша уже ушла, ваша точка, да, ваш маршрут, и все, то есть вам нужно ждать, следующий не будет через 15 минут, например, как у нас там в Мелитополе я училась, там либо в Запорожье, да, то есть там маршрутки одна за одной, то есть там, в принципе, особое расписание нет, потому что они вот идут потоком. Здесь такого нет, здесь очень часто расписание такое, что может быть полчаса, либо час между вот разрывом автобуса. И опять же, на примере наших друзей, выходные это вообще печаль, тоска, то есть там реально автобусы ходят практически раз в час или в полтора, опять же, не все, но вот, например, вот в том районе, где они живут, они живут в Салф-Ист, и получается, что вот ты там чуть опоздал, а они бывают тоже у график графиком, но бывает одна пришла раньше, одна пришла позже, то есть, ну, понятно, человеческий фактор, это автобус, это не метро, это трафик, и все, то есть где-то какой-то нахлест, и вы опоздали. То есть поэтому, мне кажется, когда говорят, можно ли без машин в Калгари, конечно, можно, я думаю, все реально, если очень сильно хотеть, но то будет ли вам комфортно, это уже другой вопрос. Опять же, у каждого свой уровень комфорта, да, для кого-то норма ходить по 3 км, по 5 км в день, для кого-то нет. У кого-то маленький ребенок, у кого-то грудной, а опять же, повторюсь, зимы здесь не 2-3 месяца, зима здесь может быть практически чуть ли не до мая, и опять же, говорят, что такая осень, как сейчас в Калгари, теплая, это скорее редкость. В основном, часто в октябре уже бывает и снега, я не говорю, что они прям лежат, постоянно эти снега, но то, что они выпадают, это факт. Вот, поэтому надеяться, что вот будет такая хорошая погода, всегда нельзя, и мне кажется, что машина здесь, это правда не роскошь, это средство передвижения, машину можно найти на любой кошелек, было бы желание, поэтому мне кажется, что да, без машины очень-очень сложно, но опять же, при выборе правильной комбинации, то есть, если у вас работа возле Ситрейна, живете вы возле Ситрейна, опять же, если у вас есть финансовая возможность выбирать эту работу и привязываться только к этому локейшену, ну, конечно, да, если вам нужно срочно идти на работу, то вы уже особо выбирать не будете, тут работа или там, потому что вам нужно платить аренду, платить еду и так далее, то есть, вы уже будете брать ту работу, которая есть, чтобы проплатить свое существование здесь, потому что аренда, правда, подорожала, то, что раньше стоило тысячу полторы, сейчас стоит полторы-две, а то и две с половиной, то есть, в принципе, обычный какой-то таунхаус, не какой-то, окей, нормальный таунхаус, стоит две-две триста-две пятьсот, раньше же это было там полторы до двух, поэтому нужно закладывать на то, что оплатить аренду нужно, депозиты платить нужно, иногда нужно показать наличие средств на три, иногда просят даже на больше, поэтому обязательно все это учитывайте, то, что есть дефицит жилья, это факт, но с другой стороны, кто ищет, тот найдет, было бы желание, естественно, проще, когда кто-то есть, кто может вас на крайний случай где-то приютить, неважно, это неделя, выходные, либо больше, поэтому никого не отговариваю, просто пытаюсь подсказать, что иногда вот такие варианты могут быть, и они, естественно, немножко, знаете, вот эту адаптацию все усложняют, потому что это правда, намного тяжелее все это переносится, когда вот такие вот бытовые нюансы, они усложняют ежедневное существование, и кажется, что уже, может, не надо было в эту Канаду ехать, вот поэтому, у кого есть сомнения, естественно, все обдумайте, кто желает, двигайтесь к своей цели, надеюсь, что у вас все получится, если есть какие-то вопросы, задавайте, с радостью отвечу, и на этом все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok